Привет, привет всем любителям математики! Снова у нас в гостях доктор наук Алексей Саватеев и надо его эксплуатировать по-черному! Маткульт, привет! Видишь, он свое гонит, а я говорю, ну все равно, да, маткульт, всем математически, привет! Я попросил Алексея, так как я решаю лубяные задачки, была у Несы избушка ледяная, а у Зайца лубяная. Так вот, надо использовать доктора наук. Давай-ка нормальную, мне говорят, разбирай олимпиадные задачи, а мне где-то квалификации не хватает, где-то головы. Вперед, Алексей! Вот Алексею дадим! Стиус надо! Вот, я буду твоим оруженосцем, помощником. У нас в студии есть зрители, они слушают и, может быть, поучаствуют. Сейчас посмотрим. Так, как в видеофильме, математик что-то пишет. Х квадрат минус Y Z равно, Y квадрат минус X Z равно, Z квадрат минус X Y равно. А теперь, внимание, олимпиадных задач здесь трехмерное множество, потому что справа можно поставить любые три числа. И это будет очередная олимпиадная задача. Ну, понятно, что, как бы, я сейчас расскажу. Я просто хочу рассказать. Эта задача с некими конкретными справа там числами вышла в Поволжской Казанской математической олимпиаде имени кого? Ну, конечно, Лобачевскую. Кого же еще? Там есть, она каждый год в декабре проходит. Первый декабря, в честь дня рождения. И она меня так зацепила, так зацепила, что я просто ее, я в нее влюбился. Она стала моей самой любимой олимпиадной задачей вообще. Но, как бы, вот, она бы, конечно, меня, наверное, так не зацепила, если бы я не догадался, как ее решать. Ну, да, хорошая задача, ту, которую ты решил и кайфанул от этого. Да, 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 да. Ну, в общем, я не знаю, ставьте на паузу, но решение приходит, как вспышка молнии, как говорил Гаусс. Он четыре года доказывал квадратичный закон взаимности каждую неделю. И потом сказал, решение пришло ко мне, как вспышка молнии в голове. Итак, вот я надеюсь, что вы все поставили все на паузу. И теперь готовы вместе со мной осуществить следующее. Я не зря здесь не поставил конкретных чисел. Я возьму три числа. А квадрат минус БЦ. Б квадрат минус АЦ. И С квадрат минус АБ. Как это называется? Мы вас где-то, молодой человек, видели, да? Ваша рожа мне знакома. То есть я совершил, говоря научным языком, композиционный квадрат полиномиального отображения трехмерного пространства в себя. То есть я взял вот это вот. Вот у меня было отображение из Х, Y, Z в А, В, С, да? Которое задается тремя полиномами второй степени. А равно вот этому выражению, В вот этому, С вот этому. И теперь я беру его композиционный квадрат, то есть вычисляю вторично его же от результата. И посмотрю, чему оно равно. Например, Х квадрат минус Y, Z В квадрате, не правда ли, да? Минус Y квадрат минус X, Z На Z квадрат минус XY Равно. Теперь мне надо как бы... Вот я тут пишу-пишу, а доска кончается. Как тут делают? Петр, подскажешь? Здесь сразу-то мы с беспомощным. Это не сужается. Беспомощным. Ты запомнишь вот это, нет? Ну я перепишу два. Попробуй еще строчку. Давай еще строчку. X четвертый. У нас это не сужается, по-моему. Минус 2X квадрат YZ Плюс Y квадрат Z квадрат, не так ли? Ну так ли, да. Минус Y квадрат Z квадрат. Пчелы что-то подозревают. Правильно? Да. Плюс XZ куб Плюс XY куб Минус X квадрат YZ Согласен? Да. Теперь внимание. Здесь уже было 2X квадрат YZ Посему здесь становится их 3. Да. Теперь я вижу, что все делится на X. Все. И вопрос, что остается? И я сейчас напишу, что. Следующая страница. Мы уйдем отсюда. Ну ничего. Ну, у ребят-то все останется. Мотают. Итак, X умножается на чрезвычайно хорошо известный в мат-классах многочлен. Это знаменитый многочлен. Он раскладывается на множители. Из него выделяется X плюс Y плюс Z и некоторая комбинация квадратов. Его там... Он в разных задачах по алгебре у нас вылезал в 10-11 классе все время. Это такой знаменитый многочлен. Когда ты пишешь B квадрат минус AC, у тебя Y домножается на тот же самый многочлен. Когда ты пишешь C квадрат минус AB, у тебя Z умножается на тот же самый многочлен. И получается, что после композиционного квадрата выходит выражение, пропорциональное исходным X, Y и Z. Поэтому если у тебя есть правые части, ты их подставляешь в те же формулы, которые слева, и получаешь вектор, пропорциональный исходному. Коэффициент находится в лед в любом случае. Очень быстро. То есть остается как будто клянг, то, значит, там уже это привязано. Из первого же уравнения. Все. Понятно, да? Да. А теперь внимание. Очень интересно. Это из большой науки. Вот это отображение φ, которое задается теми тремя формулами, на самом деле проективное. Оно на проективной плоскости определено. Вот. И является элементом конечной группы, значит, он второго порядка, φ квадрат, он выдает обратно элементы X, Y, Z, только домноженные на что-то. В проективном случае это та же самая точка на проективной плоскости. Что такое проективная плоскость? Это когда у тебя есть пространство трехмерное, но ты не различаешь точек, лежащих на одной и той же прямой, проходящей через ноль. И множество всех прямых образует то, что называется проективная плоскость. Так вот, на этой проективной плоскости вот это вот отображение исходное как-то ее переворачивает, перекручивает, а если сделать композиционный квадрат, возвращает обратно. То есть композиционный квадрат этого отображения равен ID. Это супермодная современная наука о поиске конечных подгрупп в группах автоматизма проективных плоскостей, ну там больших размерностей. Ты же говорил о Олимпиаде, окинье 100 класса. Ты же понимаешь так, что настоящая задача 11 класса Олимпиадная должна выводить на настоящую глубокую математику переднего края. И это ровно тот случай. Вот так. Вот так что, как бы, вот прошу любить и жаловать. Что скажете? Будем обмозговать? Это надо крепко обвинуть. Спасибо. Всем большое. Математический привет. Пишите в комментариях. Алексей, у меня к тебе вопрос. Как ты считаешь, что важнее, вот когда мы пишем блоги или объясняем даже, что важнее, понятно или интересно? Ах, блин. Я все время жонглирую. Да? Да. Я все время жонглирую. То понятно, то интересно. Вот это должно быть интересно, но, наверное, вначале не очень понятно. А вот с другой стороны, если интересно и было что-то непонятно, человек такой, как интересно. Додумаешь. А бывает, что так понятно объяснишь и не интересно, что человек скажет, ну понятно, ну не интересно. И забросит это. В общем, да, я не знаю. Я часто пытаюсь сделать так, чтобы интересно, и иногда получается непонятно. Ну ладно, всем большой математический привет Было интересно, но Маткус, пока! Петр, спасибо, что позвал